Ну это, конечно, пи***ц. Каждый раз, пи***ц, одевать вот эту хуйту, б***ь. Ты пи***ц какой-то, нахуй. Задели низ и прям обе вверх пошли. Ну это, пи***ц. Вот куда его девать? Он не складывается, хуя, он кидается постоянно. Пи***ц, на пи***ц, нахуй, прыгни, там грязь будет. Пи***ц, нахуй, это все и хуйка. Папа попросил без мата. Всем привет, и вы на канале Супер Арбалет. XB-65 самый топовый и самый дорогой арбалет от компании Манкунг. Но насколько он хорош? Сегодня и проверим. Арбалет вовсю продается на американском рынке под брендом Центерпойнт, а называется RAV430. В переводе с английского – гнев. И даже обзавелся модификацией со складным прикладом. Что логично, арбалет и так короткий, а со складным прикладом он еще может быть меньше. Давайте немного поговорим про стремя. Оно фиксируется в трех положениях. То есть в сложенном, посередине и самом конечном. Значит, в самом конечном это для взвода. Значит, в среднем положении вы можете использовать как сошки, как уже говорил Марк в прошлом видео. И что мне еще понравилось, это стремя может использоваться как подставка. То есть вы постреляли, поставили арбалет, на нем же стоит. Была раньше модификация у одного арбалета, МК-150, если я не ошибаюсь, со складным стременем. Но, как помните, она все время болталась. И поэтому вот это вот болтание постоянное, ну полная фигня. А здесь четкая фиксация. Лучшее решение. Приклад у арбалета и правда очень компактный. Я даже бы сказал тактический. Видимо, тайваньцы наигрались в американские игрушки компьютерные и сделали такой приклад. Посмотрим сегодня, насколько это будет удобно. Но я поделюсь своим субъективным мнением, насколько это мне удобно. Здесь используется буллпап. И это единственное правильное решение для арбалетов такого размера. Тетива у данного арбалета расположена ближе к стремени. У стандартного арбалета она расположена ближе к замку с этой стороны. За счет такой компоновки компания Манкунг достигла большей скорости вылета стрелы. Но на самом деле мы это сейчас проверить не можем. Потому что у нас нет усиленных плечей. Как они у нас появятся, мы обязательно снимем отдельное видео по замерам скорости. Так вот, ребят, данный арбалет взводится только с помощью натяжителя. Руками его взвести просто невозможно. Когда вы будете этот арбалет, скорее всего, покупать... Если вы его будете покупать, то нужно по-любому озадачиться вопросом покупки дополнительного натяжителя. Один, он в комплекте уже идет. Но так как я взводил сегодня арбалет много раз, просто после каждого взвода вы кидаете натяжитель. И рано или поздно, а скорее всего, рано, вы его просто потеряете. И поэтому нужно его покупать обязательно. А потом уже переходите к покупке стрел, чехла, щита и всего остального. Каждый раз, когда вы будете кидать на землю натяжитель, не факт, что у вас будут погодные условия, тепличные. Ну, то есть, помещение, у вас может быть просто грязь. И каждый раз грязь эта будет налипать на этот натяжитель. Поэтому вы будете все время взводить, а этот песок, вот эта вот глина, будет прямо на направляющей оставаться, будет царапать ее, эту направляющую. Поэтому вот, блин, здесь, конечно, никуда без этого. Но с другой стороны, натяжителем взводить арбалет, конечно, правильно. Потому что выстрел получается более точный. Вот о чем я говорил. Вот каждый раз, просто вот руками можно было бы взвести, вот так вот, хлоп, быстренько там и взвел. Вы это делать не можете. Вот каждый раз этот натяжитель, вот вы его расправляете. Попасть нужно в этот желобок. Снова сюда, снова одеть, снова взвести. И снова в грязь его просто кинуть. Потому что некуда его больше ложить. Блин, ну, конечно, коротковат приклад для меня. Потому что я вот прикладываюсь. И вот нужно отрегулировать снова прицел. Ну, чуть поближе еще его подвинуть. Ты посмотри, сколько приклада не хватает. Ты просто дурак. Дядя Петя. Я хоть его и двигал, настраивал перед тем, чтобы мы начали снимать. Обзор про этот арбалет. Ну вот. Можно было как-то задачиться, наверное, по-другому. Может, нет, более качественно сделать. Но как-то вот, типа, как это из серии Lada. Да, то есть, как бы, сверху машина вроде такая, как с завода выходит красивая. А садишься в нее, да, и вот это вот все начинаешь ощущать. И как она сделана, как это все, грубо говоря, у машины скрипит. А здесь просто вот. И это не только в этом прикладе, ребят. На цевье, да? Вот так же здесь. Нафига вы сделали это? Можете мне объяснить? Нафига? Потерять ее? По-любому потерять. Также здесь. Сейчас еще покажу. Вот это вот. Где тут? Вот. На рукояти. Это что за ботва? А? Вы нормальные вообще люди, нет? Или вы, говорит, не просто не умеете проектировать арбалеты? Кто их вам проектировал? Все это отвалится. Полгода использования. И нафиг. Обязательно нужно задуматься после того, как вы купите арбалет, что нужно еще под себя подогнать вот этот прицел с помощью разных колец. Вот, например, мне эти кольца низкие. Нужно чуть повыше. Явно этот арбалет отличается от всех остальных тайваньских и китайских арбалетов. Скорее всего, здесь принимали участие российские инженеры, которые внесли в свою лепту для производства этого арбалета. Тайваньские парни везде, где можно, воркнули резиновые гасители. Вот, прижимная планка, соответственно, СТС, и здесь дополнительный демпфер. И самое главное, очень противоречиво сделали гасители под блоками. Там очень большое пространство, и я думаю, что будет туда попадать постоянно грязь, соответственно, все это будет быстрее приходить в негодность. Ржавчина, вода, песок. Ну и к тому же, вы посмотрите, какие здесь длинные оси. Я думаю, что до первого холостого выстрела и вот эти вот оси, скорее всего, они сделаны там из сырого материала, просто пойдут куда подальше. У тайваньских инженеров, на самом деле, не было, наверное, другого решения, кроме того, как поставить здесь длинную ось, потому что тетива цепляется сверху блока, а два троса давят на блок снизу. И поэтому давление здесь чрезмерно высокое. Чтобы все это отцентровать именно по центру оси, нужно было поставить длинную ось, поэтому только так. Что касается веревок, то есть тетив, я считаю, что здесь сразу нужно их менять, однозначно. Потому что видно, сделаны они так, ну, максимально некачественно, скорее всего. Делали их там в АПХ, и все косяки вылазят буквально после первой сотки выстрела. Поэтому, если у вас есть возможность поставить новый комплект, сразу делайте. Потому что это будет влиять на точность выстрела, соответственно, и на работу самого арбалета. Блоки на подшипниках у данного арбалета, это, конечно, хорошо. Сделано это для того, чтобы увеличить скорость. Прижимная планка сделана не усиком, а специальным шариком. В принципе, решение бомбическое было также сделано и у арбалета МК-400. Спусковой крючок у арбалета не звенит и не болтается. Блин, так даже не скажешь, что это был пап. Защита от холостого выстрела не путает с предохранителем. Конечно, звенит. Это, может быть, мои придирки, но все-таки я это слышу постоянно. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Поэтому мне это прямо не очень нравится. Хоть производитель и напихал во всевозможные и невозможные места резиновые изделия, такие как демпферы, СТСки, виброгасители и тому подобное. Но этот арбалет мне нисколько не спасает. Он реально громкий. Просто. После выстрела меня, конечно, улыбают подшипники. Сколько они прослужат, известно одним тайваньцам. Мое мнение, мое конкретно субъективное, этим подшипникам будет, наверное, капец, после нескольких тысяч выстрелов. Может быть, десятков тысяч выстрелов. Но это на самом деле не очень много. Почему? Потому что если настрел будет высокий, особенно на усиленных плечах, то могут деформироваться сами оси, потому что они по-любому сыромятные. Ну и плюс сам подшипник, соответственно, разлетится, распрессовывать, запрессовывать. Короче, целый гемор может возникнуть именно из-за этих подшипников. Хоть мы, они там, увеличили эту скорость, пусть она немного, но гемора может оказаться гораздо больше. Поэтому нужно, прежде чем делать, все-таки думать и тестировать. Надеюсь, они это сделали. А все это дело, кстати, на самом деле может усугубить грязь под вот этими гасителями. снизу. Чем там больше грязи, тем быстрее ломается этот арбалет. Скорее всего, так и будет. Можно не бояться, что у вас оторвет пальцы при выстреле, когда вы руку держите на цевье. Здесь довольно-таки внутрительная защита. Планка-бивер, которая внизу, позволит вам отрегулировать цевье так, как вам удобно. На блоках данного арбалета есть метки. Данный арбалет можно будет без проблем синхронизировать. Сейчас отстреляем данный арбалет. Посмотрим, насколько кучно стреляет. Соответственно, здесь стрела не из комплекта, а здесь есть там FMG. Поэтому думаю, что куча должна быть прямо очень плотненькой. Поехали. Стрела в стрелу. Жалко FMG. Я думаю, что заслуга не арбалета, а остыв. Куча очень плотная. Прям идеально плотная. Я думаю, что вот эти две отскочили чуть-чуть. Видно, что задели вниз и прям обе вверх пошли. Поэтому, если бы мы их разносили по разным мишеням, то все было бы вообще чуть-чуть в чуть-чуть. Поэтому компоновка нормальный арбалет и крутые стрелы результат там видит. Обрежем, продадим. Что же мы имеем в сухом остатке? Арбалет соткан из противоречия. Взводится натяжителем без перекоса, но без натяжителя его не взвести. Быстрый, но громкий. Компактный, но неудобный. Новый уровень, но китайская мысль осталась. И сейчас объясню почему. Покажу вам инструкцию. Вот в этом-то вся и херня. Написано. Пункт номер 15 в этой инструкции. Пометьте свой тетеву, чтобы убедиться, что вы взводите арбалет последовательно. Из-за большого усилия натяжения, связанного с взведением арбалета, легко взвести не по центру. Так если вы его взводите все время натяжителем, не руками, нафига это писать в инструкции, ребят? Надо подумать. И еще, если есть в самом конце, не поднимайте пальцы, так у вас защита пальцев по всей практически длине направляющей. Зачем это снова писать? Поэтому и говорю, душок-то китайский. Здесь есть по-любому. С вами был канал Супер Арбалет. Подписываемся, ставим лайки и ждем новых видосов. Пока. Самое лучшее в этом арбалете это стриме. Все остальное можно на помойку отнести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова